Привет, друзья! Меня зовут Саша Жучкин. И помнится, как-то в одном из последних видео с Валерой, там, где я водил его в дорогой ресторан, в конце выпуска я сказал, что все, история с Валерой закончена, и там уже дальше он сам. Но произошла ситуация, в которую я обязан вмешаться, потому что если не я, то никто другой. Это реально так и есть. В общем, попытаюсь сейчас в двух словах объяснить, что произошло. Мне в Инстаграме написала одна девушка, что видела у метро, как на коляске Валера сидит какой-то другой бездомный, который, собственно, притворяется инвалидом. Она к нему подошла спросить, где Валера. Он сказал, что Валера уже давно нету, и есть информация о том, что он умер. Просто так оставить это дело я не могу, и я выписал план, по которому я сегодня буду действовать. И первое место, куда я пойду, это будет Валерина квартира. Попробую поговорить с его мамой, может быть, она обладает какой-то информацией. Я думаю, что вам что-то, как и мне, станет понятно в конце ролика. День добрый, это я, Александр. А не подскажете Валеру что-то, не могу найти, где он, может быть? Я не понимаю. Я не знаю, просто не знаю. Вообще неизвестно, где он? Неизвестно. Просто у метро говорят, что он умер, что его давно нету. Нет, не умер. То есть... Ничего неизвестно. Вообще прям ничего? Ничего неизвестно. А может, кто-то знает, может, соседки какие-нибудь знают? Ну да, она еще вчера ходила к метро. Она ничего не... А когда он последний раз вообще был? Ну, когда вы увидели его последний раз? В июне, в начале июня. И вот все это время он не приходил домой? То есть даже примерно непонятно, где он может быть, да? Непонятно. Понятно. А может быть, в полицию заявите или куда-то, то есть, чтобы пропал человек так же... Не думали об этом? Я не думала, но... Может быть, стоит заявить лучше, ну, все-таки человек пропал. Как у вас вообще отношения с ним были? Ну, так себе, ну. Я с ним не разговаривала. А вы на что-то обиделись на него или почему? Он грязь приносит и не убирает за собой. Ни стол не вытирает, ни посуду не мает. Понятно. Ни что-то я вам не делал. Понятно. А у этой Таньки можно? Может быть, она что-то знает, у нее спросить. Она ниже этажом, а какова квартира у нее? Вот такая же. Ага, я понял. Только на восьмом. Я понял. Ну, ладно, спасибо. Спасибо. Позвоните. Позвоню, да. Татьяна дома. Кто здесь спрашивает? Это Александр. Ты что? А? В каком имейте отношения к Татьяне? А, я хотел спросить информацию про Валеру. А он ничего не знает. И звониться больше так не надо. В общем, вот такая вот тема. А вы не видели? Тут у метро такой сидел Валера. Такой, знаете, на инвалидной коляске. Ну, месяц назад что-то типа того. Нет, больше. Он умер. Умер? А есть какое-то подтверждение этому информации? Ну, тут все говорят, что нет его. Ну, нет, понятно. Коляска стоит, а его нет. Ну, я иногда здесь появляюсь, а здесь кто появляется, он всегда тут на коляске сидел. Ну, это да, 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 конечно. Коляска стояла, все, его нет. Сказали, что он умер. Татьяна. Угу. Его соседка, ну, якобы, что-то они разругались, его выгнали. Угу. Куда-то, короче, выгнали, и он пропал. Да он спокойный был, никогда никого не мешал. Он нормальный парен, никогда никого ничего не бил, ничего. Он даже, он даже деньги давал. Он даже деньги давал. Вот люди дают ему, а мы, например, хотим похмелиться. Угу. Вот подойдешь к нему, он нормально. Ну, жалко, ну, жалко человека, да. Ну, да, да, конечно. Жалко человека, конечно. Женька, если у него есть, он всегда ему, он всегда, наоборот, ему даст. Угу. Пока что просто слухи буду узнавать, потому что пока вот мне точно не скажут, точно мне смогут сказать, наверное, только на кормежке, потому что там прям близкие люди. Я думаю, что если что-то случилось, то они там в курсе как раз-таки этого события. Здрасте. А вы не видели такого Валеру у метро? Ну, мне сказали, что его убили. Убили прямо? Да, я за что купил, за то говорил, да. А сколько его примерно не видно уже? Ну, примерно, может, месяц-полтора. Извините, пожалуйста, я как-то пришел, коляскому, может, и метро стою, а его нет. И потом мне сказали, я вот за что купил, за то попытаюсь не даю, понимаете. Понятно, понятно. Ну, сказали так, да. Бежите. Ага. Спасибо большое, уважаю. Многие говорят, что он умер, да, но как бы убили, это немножко совсем другое, конечно. Ну, пожалуйста, вот мне так сказали, как бы, ну, может быть, неправильно сказали, но сказали вот так. Ну, кстати, последнее время, извините, пожалуйста, последнее время он тоже подавал, так, блин, немножко уже, как бы, побольше. Я живу, да. Ну, у него был свой имидж, я ему говорил, хочешь, побрейся, ехать не хочу, потому что мне больше денег будет давать. Ну, да, да, да. Ну, вот еще одна поступила, информация тоже, что он умер. Ага, приветики. Какие новые идеи. Приветики. А я Валеру еще нету, говорят, что он помер вообще. А, может? Да, вообще давно его нет. А, ну, может, ему неинтересно. А ты ему покупал телефон, выклыл. Ага. Это стандартно. Здравствуйте, вы позвонили в бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Здесь вы сможете получить информацию о госпитализации в лечебное учреждение Санкт-Петербурга по скорой помощи. И данные о неопознанных тропах, обнаруженных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В бюро несчастных случаев. Смотри на запись. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот я хочу еще человека, мне нужно знать информацию про него. Что нужно назвать? Фамилию? Фамилию, имя, отчество его. Кремнев. Кремнев Валерий Александрович. Сколько лет ему? 55. Когда пропал? Ну, около месяца назад. Подскажите, пожалуйста, а вот если пропал человек, нужно в полицию, получается, обращаться или как? Да, а вы кем ему приходите? Это мой друг. Ну, а где родственники его? Ну, дело в том, что он бездомный и вот, собственно, он пропал. Ну, попробуйте обратить в полицию, в близлежащий участок. Ага, я понял. Хорошо, спасибо большое. Да, спасибо. Здравствуйте. Скажите, вот если человек пропал, куда заявление можно писать? В следующий раз. Человек, если пропал, куда заявление написать? Какой человек пропал? Знакомый. Знакомый. Как можно заявление знакомый писать? Он не имеет права знакомого писать заявление? Хорошо, если просто пропал человек. Если пропал, должны заявление подавать только родственники. Кто человек, фамилия? Кремнев. Когда пропал? Около месяца назад. Около месяца. А кем он приходится? Просто человек, за которым я ухожу. Сколько лет ему? 55. Ну, он как бы такой полубездомный был. У него есть квартира, но... Там дежурный стоит, подойдите к дежурному. А что мне ему сказать? Что мне ему сказать? По поводу этого. Ага, понял. Хорошо. Ребят, только что вышел из отдела полиции. В общем, назвать это жесть, это просто ничего не сказать. Потому что, что я только что видел, это просто какая-то дичь. Короче, всем наплевать на меня абсолютно. Все, с кем я пытаюсь поговорить, просто разговаривают со мной спиной. Они просто... Я им пытаюсь говорить, послушайте, у меня человек пропал. Что мне нужно сделать? Они просто спиной идут ко мне и что-то там себе под нос бормочут. Короче, полная, полный хаос и полная жесть. Ну вот, из того, что... Из того, что происходило. В общем, я там посидел минут 15, меня позвали на третий этаж. Причем пригласили вот так вот. Ты на третий этаж поднимайся. Знаешь, как будто я там какой-то каторжник. Ну вот. В общем, я поднялся там в кабинете, как из улиц разбитых фонарей. Знаете, банка из-под кофе, сидит чел, курит сишку. И такой, ну что там произошло, рассказывай. Типа, блядь, у меня и времени нету. Знаете, диван такой, который там уже промят уже, я не знаю, сто лет на нем спали. Ну вот, и начал мне задавать вопросы. Типа, ну что там, кто пропал, давай рассказывай. Зачем тебе он нужен, а кто это такой. В общем, вот вся такая вот тема. В общем, вывод какой. В общем, заявление оставлять могут только родственники. Поэтому отсюда вывод. Заявление может только подать Валерина мама. Но ей все равно, поэтому я думаю, что она не будет оставлять заявление. И ей даже в какой-то степени проще, что ли, что Валера пропал. Ну вот. Значит, второе. Мне сказали прийти во вторник, там, в шести до восьми, в какое-то другое отделение полиции. Там, к какому-то другому участковому, который стопудово меня куда-нибудь пошлет в жопу. Скажет, да ты вообще кто такой. Ну, в общем, я в любом случае пойду. Вот. Просто это все так работает странно. То есть пропал человек, да, не родственник. Вот он у меня друг, да, хорошо. Близкий друг у меня пропал. Все, получается, я не могу оставить заявление, потому что должен оставлять только родственник. Что за бред? Что вообще за какой-то идиотизм? Самое страшное, что вообще всем на это наплевать абсолютно просто. Ну, был человек и больше нет человека. Коляску кто-то забрал. На его месте уже кто-то сидит. У меня есть одна теория. Мне кажется, что она имеет место быть. В общем, мне кажется, что он был у метро, у него случился приступ, у него бывает частенько эпилепсия. Вот, приехала скорая, и, возможно, в больнице или уже на пути в больницу он умер, и его определили куда-нибудь в морг. А поскольку у него с собой документов не было, и, ну, никто не заявлял, поскольку, ну, кто, мамка его не заявляла, других, другим людям вообще это абсолютно неинтересно и все равно. Ну, вот. Я думаю, что его просто кремировали, скорее всего, и... Ну, и как там дальше, я не знаю, там, поопределили на какое-то место. Я не знаю, как это все устроено в таких случаях, вот. Но не хочется говорить, что он умер, да. Я все-таки, наверное, скажу, пропал без вести. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Очень вкусный бургер, я очень люблю котлету, вот котлета очень вкусная. Не, правильно я их не покупаю. Сосиска лучше.